Лялька у крагоди життя. Больше за 300 лялек пропоновывает доогляду тематичный музей у Индуры. Тут представлены обереги, фарфоровые забавки, цацки советского часа и с сегодняшнего дня. Чем отметный музей и его экспозиции увидит о сюжете. В Андрука по просторной зале Индурского музея ляльки распочинается с самых первых прыгажунь – оберогинь. Наши опродки работали их с подручных материалов – это ленка, волочки тканины, кветки, солома. И у кожной была своя роля. Неразлучников дарыли молодым на веселье. Каша повинна была быть у кожным доме, як залог сытости и полной чаши. Трауница допомагала лячиться. Все эти работы у нас сделала наша мастер-кукольница Ирина Ренкевич Казимировна. И изначально это были просто куколки-мотанки, то есть для игрушечки. Мама просто мотала из ткани и давала ребеночку играть. Потом, когда уже появились праздники, то стала обрядовая куколка. Самая такая вот куколка – это сподорожница. У нее в мешочке всегда или кусочек хлеба, или кусочек земли. А изначально была она предназначена, как мы знаем, мужчины служили больше 20 лет. И мамы не знали, увидят они своего сына или нет, поэтому они клали ему чаще всего кусочек земли в мешочек. Есть у музея и имитация вязковой хаты с колыской, якую передавали с поколения у поколения. Рабили яес, коры, липы, лупка и камыша. Але не уяким выпадку не засины, протки верили, что это может скратить життя. Когда папа плел эту колысочку, колыбелечку, то он читал специальную молитву. То есть не просто она была намоленная. Ни удлинять, ни укорачивать ее было нельзя. Она передавалась из поколения в поколение. Мамы в это время в богатых семьях вышивали полок. Вот эта ткань называется полок. Это был белый, красивый, вышитый полок. И он охранял не только от мух комаров, но и от злых духов. А в бедных семьях это был обычный бабушкин сарафан. Окунуться у историю да поможет и экспозиция, якая пропоновая прогуляться по хродинских улицах конца 19-х эстагодзе. Зазернуть на чехуночный вокзал, пошпацеровать по Восинским парку, поглядеть на улицу Ажешка и познаемиться с мясцовыми жихарами. Это видение покойной мастера Татьяны Скрипий, которая делала эти работы к 900-летию города Гродно. Мы потом эти работы все купили себе в музей. И она из фотографий хотела, чтобы люди знали, как одевались горожане конца 19-го века. И почему я стою именно здесь. Здесь мы видим фотографа Зельмана Карасика, который жил в городе Гродно по улице Тельмана в доме номер 3. Он очень любил, он был очень знаменитый фотограф, и очень любил фотографировать своих горожан. В целом музей у Индуры пропоновывает до огляду больше 300 лялек, самых разностайных и розных переедут часу. Есть и уникальные экземпляры, некоторым фарфоровым цадкам больше за 100 годзе. Фарфоровая, она считается одной из самых старых кукол. То есть изначально она была изготовлена из кости мамонта. Ей больше 35 тысяч лет. Она была обнаружена, и изначально она применялась в храмах и для шаманов. В некоторых храмах она используется до сих пор. Но самое распространение такое ей дала Франция. То есть она, как мы знаем, является у нас представителем моды. И вот для того, чтобы привести в массы свою моду, они выставляли эти куклы в манекены, в окна, а потом стали одевать и выпускать фарфоровую продукцию. А еще побыч разместились 15 прихожунь сёстры из былых республик Советского Союза. Зробленные яны з ильну, кожная у своим традиционным строи. Дорожь, изъявился музей ляльки после проведения брендового свято у агрогородку Индура в 2019-м. Таким чином тут берегут память о протках и передают ее молодому поколению. И след тут и ше экспозиции, цикавят як дятей, так и дорослых. Продолжение следует...